После в Черкесске представители органов власти, духовенства, общественных организаций, республики вспоминали события 80-летней давности. Подробности у Али Баташева. Осеннее утро, мы спим все, и вдруг такой жесткий стук в двери. Все проснулись, и дети старшие. А что делать? И тут же заходят в военной форме люди, говорят, все, одевайтесь, вы будете выселены от сюда. События 2 ноября 1943 года житель Черкеска Манаф Батчаев запомнит на всю жизнь. В свои 6,5 лет он на своем опыте узнал, что такое депортация, когда в вагоне для скота принудительно и без объяснений отправляют на чужбину, а главными спутниками на протяжении всего пути являются страх неизвестности, холод и голод. Депортация отняла у Манафа двух родных братьев и любимую бабушку. Мы все голодные. Траву ели. Люцерна, которая только начнет, она свеженькая, родственники, друзья и земляки, вызывают слезы у Манафа Батчаева и многих карачаевцев, потерявших на чужбине своих близких из-за принудительного выселения. Со 2 по 22 ноября 1943 года с территории республики было выселено 68 614 человек, многие из которых остались навсегда в степях Средней Азии, Казахстана и Киргизии. Причина депортации – противодействие советской власти, бандитизм и пособничество немецким оккупационным властям. И это происходило в то время, когда 9 тысяч сынов Карачая отдали свои жизни в битве с фашистами. По погибшим на чужбине и полях сражений был совершен обряд дуа. По поручению главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале и поблагодарить за активную гражданскую позицию, за то, что в сердцах своих храните память о тех далеких трагических событиях. 2 ноября 1943 года были депортированы карачаевцы, ставшие первым народом Советского Союза, подвергшимся насильственной депортации. Старитель женщины, безвинные дети были лишены права мирно созидать и воспитывать поколения на земле своих предков. Свою поддержку карачаевскому народу, преодолевшему тяготы депортации и сохранившему свой язык, традиции и культуру, высказали представители общественных организаций республики, органов государственной и исполнительной власти. Участникам мероприятия был показан документальный фильм студии ГТРК Карачаева Черкесия «Черный ноябрь 1943 года», а в фойе прошли выставки с уникальными фотографиями времен депортации и национального карачаевского костюма. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия